Приветствую вас, Зелена. Давайте разберём вопрос, который вы задаёте. Мне кажется, что глобально вы мечетесь между несколькими крайностями. Вот с одной стороны вы ранее позволяли человеку по отношению к вам поступать, мягко говоря, плохо, вот как вы сказали. А теперь вы хотите избавиться от него и сделать так, чтобы больше с такими людьми не пересекаться. Мне кажется, что и то, и другое являются достаточно деструктивными позициями. И та, и другая позиция являются деструктивными, потому что и первое, и второе происходят из-за того, что вы не замещаете того, что с вами происходит. Вот. Смотрите. Ну, в первую очередь, нужно, наверное, сказать, что человек относится к нам, люди другие относят к нам, так как мы позволяем. Позволяем мы, исходя из наших, первое, представление о себе, и второе, это ценности, а третье, это цели. И если вы встречались с мужчиной три года, терпя от него отношения, которые вас не устраивают, надеясь на то, что он будет вести себя иначе, по-другому, по отношению к вам, вот. Это скорее говорит о том, что у вас, если были определенные ожидания, у вас был определенный образ человека, но вот реального человека вы не видели. И я думаю, что такой опыт восприятия другого человека не совсем реалистичный, связан в первую очередь с тем, как вы относитесь к себе. То есть к себе вы относитесь так же. Вы, скорее всего, не видите себя реальным, а видите некоторые образы, которые вы сами, как бы, ну, придумали, а реальный себя вы не замечаете. Так же происходит и с другим человеком. А разочарование, которое вы испытываете, и обида, это чувства очень амбивалентные, в том смысле, что, конечно, они негативные, эти чувства, и считаются, что от них нужно избавляться, и считаются, что их испытывать не нужно, но мне кажется, что, знаете, это вот как фиггамент, да, фиггамент. Ну, необычный экзамен, там, в школе или в университете, где часто имеет место быть такая тенденция, как просто нужно сдать, чтобы сдать, и все. А экзамен на достаточно серьезную профессиональную тему, вот, когда речь идет уже про человек, ну, про профессиональный путь человека, вот, когда речь идет уже о том, что человек занимается профессиональной деятельностью, осознанностью и так далее. Так вот, мне кажется, что вот если такая осознанность, если такая вот четкость в понимании того, куда я иду есть, то неудачи могут рассматриваться, вполне могут рассматриваться, как способ вырасти, что-то понять для себя, способ начать себя замечать, какие-то вещи, способ лучше понимать себя и лучше транслировать свои мысли, свои чувства, желания и прочее. Поэтому, мне кажется, что вам, если такая ситуация с вами произошла, вот, вам имеет смысл и свою обиду, и свое разочарование воспринимать, как некоторый рабочий материал, который может вам помочь лучше понимать себя, да? Например, почему вы, допустим, ставите другого человека выше себя? Что представляет из себя ваша симпатия к человеку? Вот, вы говорите, что загорелись идеи, там, значит, ну, идеи, чтобы вас пригласили в ресторан, то есть именно загорелись этой идеей. Это именно вот такое ощущение, да, что вы хотите быть значимой, может быть, любимой, важной. И это чувствует нормально, но, как мне кажется, вы сами себя такой не чувствуете. И, как мне кажется, вообще-то, возможно, себя вы даже где-то обесцениваете. Вот, ну, вот, к какой-то степени, да, вы себя обесцениваете. И мне кажется, что вот эта обесценивающая тенденция, которая имеет место быть, вот эти обесценивающие тенденции по отношению к себе, они тоже как-то образуют, существенно влияют на ваше поведение с мужчиной, существенно влияют на то, как вы к себе относитесь, существенно влияют на то, как вы воспринимаете другого человека, и существенно влияют, пожалуй, что вот довольно важно, существенно влияют на то, как вы взаимодействуете с людьми. То есть, из какой позиции вы взаимодействуете с людьми. На мой взгляд, вы взаимодействуете с людьми из позиции, такой, позиции своих ожиданий, позиции, ну, необходимости, может быть, потребности, что-то для себя получить. Вот. При том, что эта позиция делает вас зависимой, при том, что эта позиция делает вас нуждающейся в этой позиции, обесценивает вас, ну и так далее. И вот мне кажется, что на это вам нужно обратить свое внимание. Мне кажется, что это очень важный момент. Мне кажется, что это очень такой значимый момент для вас. Вот. Потому что, ну, на самом деле, на самом деле, здесь происходит принижение вас. Вот. Вас может это, ну, мотивировать вас к такому вот поведению, может что-то мотивировать. Вот. Ну, совершенно точно могу сказать, что, на мой взгляд, это нужно исследовать. На мой взгляд, это нужно изучить. На мой взгляд, это нужно проработать. Чтобы вы не чувствовали себя, эээ, ну, вот, такой, знаете, эээ, может быть, такой, ээээ, ну, как бы, как так сказать, ээээ, такой, ээээ, может быть, не значимый, может быть, ээээ, не важный, может быть, ээээ, не нужный, ээээ, вот, может быть, не ценный. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ что мы говорим в контексте того, о чём вы, ну, говорите сейчас. Вот. Поэтому, это первый момент. Второй момент – это обращение, как мне кажется, со своими числами, вот, это обращение со своими переживаниями, вот, как мне кажется, как мне кажется, и, соответственно, выражение этого слова в контакте с другим человеком. Вот. Это, надо сказать, довольно, ну, довольно важный такой момент, потому что без этого невозможно выстраивать качественные, хорошие отношения с людьми. Вот, значит, вы воспринимаете, как вот то, что происходит, то, что произошло в ваших отношениях, вы воспринимаете, как что-то вас, ну, принижающее, что-то вас оскорбляющее, что-то вас обесценивающее. Но, если вы посмотрите на ситуацию вот более внимательно, то, возможно, вы увидите, что это было с вами всегда, и что вы готовы к такому восприятию себя же, себя самой. Вы готовы к такому отношению, к себе, к самому, и вот это тоже очень важно. Смотрите. Вы пишете, вы пишете, встречался с мужчиной более трех лет, вел себя на блогах, мог не писать медицами, не появляться, не звонил вообще, ни разу не собрал подарок. Ага, и вы свои интересы не продвигали. То есть, вы не настаивали на своих интересах, не защищали их, не отстаивали свои ценности. После месяца молчания с его стороны и сухих ответов на моей руке попытки пообщаться забыл о моем дне рождения. И, опять же, вы не отстаивали свои интересы. Здесь важно понять, вы пытались не начаться для чего. Ведь достаточно очевидно, что вы пытаетесь от человека что-то получить, а не дать в отношениях. Вы, конечно, готовы дать, безусловно. Но мне кажется, что один из ключевых моментов заключается в том, что вы пытаетесь в отношениях что-то получить. Дальше. Через неделю я напомнил, так как стало очень обидно. Здесь про ожидания. Есть реальность, есть ожидания. Важно то, как вы воспринимаете, когда реальность не соответствует вашим ожиданиям. Что с вами происходит, как вы реагируете на это. И как обращаетесь к системе, как реагирует. Он пообещал заговорить вину, исправить свое поведение. И уверяю, что отношения мы нужны. Ну, то есть здесь, по сути, вы пытаетесь человека поменять. Да, вы пытаетесь человека поменять. Пытаетесь, чтобы он изменился. Но отношения выстроены именно чувства вины. Даже если это допускное, далеко не лучшая история. Так, уверял, что отношения мы нужны. Я тоже, что ко мне, только нежные чувства. Здесь вы увидите, что здесь упор делается на отношениях, а не на личности в отношениях. Дуарнис, он действительно писал, но нам быстрее разговоров. Я озвучивал свои желания. Репутил на смешки и углубления. И как вы реагировали на это? Высказал действие, чтобы у меня хорошая сторона. Не загорелась эта идея. А почему? Почему вы загорелась этой идеей? Приглашение последовало. Ни через три. Ни через три. Ни через три. Я накрываю четко разочарование обиды. Я прощался и удалил номер. Ага, ну, про обиды и разочарования. Сказал, сказал, «Но за меня его конелка. Ничего за годы он для меня ни разу не сделал». Вот видите, это всё. У вас есть внутренние требования, чтобы для вас что-то сделать. Это хорошая требования. Нормальная требования. Но важно, чтобы вы, первое, защищали, отстаивали свои интересы. Второе, чтобы делали что-то для себя. Тоже. И третье, чтобы были готовы к ответственности за свою позицию. Прибыл с меня каких-то действий, манипуляции, умолчания, игнор и так далее. Скорее, это вы, как бы, испытывали какие-то чувства, которые мотивировали вас действовать. А тут вы перекладываете немножко ответственность на другого. Когда я просил так не делать, говорили, что я всё придумал, всё не так, и он влюблен на самом деле. Ну, когда вы просили так не делать, это означает, что вы требуете от человека, опять же, быть другим. А в отношениях есть безусловное принятие. Я всегда считаю на компромисс, так как считаю его близким человеком. А правда, вам это запевнено, если мне это всё будет. Мне кажется, что, ну, вот исходя из того, что вы описали, я бы не назвал этого человека близким, во-первых. Во-вторых, если вы снили компромисс, то важно отличать компромисс от жертвенности. Компромисс это когда мы с чем-то соглашаемся, не испытываем внутренних противоречий, а жертвенности когда испытываем. Ну, а оправдание это для поддержания его образа, который важен вам, а не ему. Теперь же вижу, что он этим просто был злот, невероятно злой на себя за такую слепату. А вот эта вот злость на себя, это ваше отношение к тому, что вам хочется. Вот. Я уверен, что вы на себя не только за это отличите. Понимаете, мимо мой уход, как пыль мимо пролетела, их пыльнулся пойдет дальше. Я не хочу удержать эту голову сейчас, чтобы никогда не иметь... Я же хочу удержать эту голову, чтобы никогда не иметь дело с этим человеком. А есть риски, что будете? Почему так грустно? Это нормально, когда от нас уходят люди, это нормально грустить. Абсолютно нормально грустить. Важнее это проживать. Грусть, а не подавлять. Я ведь не по нему скучаю, а просто обижена. Нет, почему? Вы скучаете по нему, вам от него было что-то нужно. Сейчас вы увидите, что не может этого получить. Грустно, это нормально. Как выбросил из этого забыть навсегда. Ну, вам нужно в первую очередь научиться более внимательно и к себе. Поработать с сумасшим страхами, с женским поведением. Вот. Вполне вероятно, что нет каких-то детских историй. Но это не первостепенно. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok.